Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях, вновь в гостях, Татьяна Станиславовна Матвеева, директор детской музыкальной школы номер 2 городского округа Люберцы, вместе со своими двумя воспитанниками. В первой части мы поговорим и пообщаемся с Петром Калугиным, а во второй он к нам, вместо Петра, присоединится Глеб Федотов. Но обо всём по порядку. У нас сегодня народные будут музыканты. Правильно я понимаю? Да, добрый день всем. И, конечно же, хотелось бы просто поговорить и о музыке. Начался Новый год. Да, я так понимаю, это тоже как бы намёк на то, что... Кстати, я вот всегда задаю этот вопрос, и, может быть, при каждой нашей встрече, но это полезная история, потому что кто-то сейчас услышит и захочет, может быть, хорошим смысломо пристроить своего ребёнка к вам. Когда можно записываться? В течение года или какие-то особые только моменты? Нет, вот как раз дело к весне, поэтому у нас, как правило, бывают приёмные экзамены в мае. То есть до мая можно определиться, подать документы? Да, в апреле, после 15 апреля можно подать заявление через портал государственных услуг, МОСРЕК, и, в общем, попасть к нам сначала как просто желающие заниматься в музыкальной школе, потом у нас будет творческий конкурс, он проходит, как правило, в конце мая, в начале июня, и отбираются наиболее одарённые от природы дети на разные отделения музыкальной школы. А те, которые не отбираются, плакают, плачут и думают? А те, которые не отбираются, мы их тоже берём, но на другие программы. На другие программы. То есть прослушаем всех, найдём место каждому, как раз хороший вопрос. То есть стараемся найти, пристроить каждого ребёнка по мере тех... Мы хотим, чтобы музыка, да, жила практически у каждого в сердце. Пётр, а как с вами-то получилось? Папа с мамой заставили идти? Нет, мне очень давно нравилась Балалайка, и я очень... Ну, не знаю даже. В мультиках, что ли, увидела или где? Нет, я много раз её слышал, мне очень понравился её звук. Так. Вот, и я очень хотел поступить на Балалайку. И вот мне... А кому сказал-то? Маме сказал. И она помогла мне пойти в музыкальную школу. И прошёл вот этот весь набор, да, вот всё, что сейчас рассказала Татьяна Станиславовна. Ну, конечно, просто самое главное для тех, кто хочет заниматься музыкой, это наличие слуха. Музыкального слуха, да. И, конечно, когда он очень хороший и легче заниматься, больше можно достигнуть успехов. И вот именно в этом и состоят вступительные испытания. Понятно. Ну, как мы когда-то здесь говорили, в принципе, слух, он же у кого-то от природы, что называется, данный. Да. Кто-то может его как-то немножко там подработать. Но нет же, наверное, таких людей, которых как медведь на ухо-то наступил. Или есть всё-таки такие. Вы знаете, вообще вот люди разделяются всё-таки на более художественные натуры и более какие-то практичные, что ли, в своём смысле. То есть направление какое-то... Гуманитарии и естественные научи. Тем людям, которые действительно гуманитарии и склонны к музыке, у них такое более какое-то ко всему, может быть, отношение неточное. Ну, если так грубо говорить. Например... То есть импровизаторы. Импровизаторы, да, но и плюс там чаще, может быть, витают в облаках или что-то такое. Каким-то обращаются к таким материям более... Которые руками трудно потрогать. Вот. А, например, когда нужно сложить какие-то цифры или там что-то более точное, спрограммировать что-то, это бывает сложно. Человеку, который такой вот более абстрактный... Ну, тем не менее, физики, лирики тоже присутствуют, да? То есть ей бывает сочетание, да? Да, вот это, кстати, тоже бывает очень. Так что варианты бывают разные. Бывают разные, да. Пётр, а вы пришли... Это ж вы... Ну, понятно, что научите меня играть на балалайке, правильно? То есть или вы уже что-то умели там на ней делать? Нет. Я помню, может, и сейчас ещё продаются такие в игрушках, детская такая маленькая такая, да? Да, есть такие. Была такая. И гитарка такая маленькая, помню, была. Они, кстати, сейчас в моде, по-моему, опять, да, как это сказали? Да, я тоже видел. Укулеле, да, по-моему. Укулеле, да. Да, да, да. Вы пришли, и куда вас пристроили? Вас послушали, сказали, слух есть, да? Да. И дальше что было? И дальше я пошёл к моему педагогу, Александровичу. Знакомиться? Да. Вот, меня взяли, научили играть произведения. Ага. Вот. Как быстро, кстати, можно на балалайке? Ну, детям, конечно, проще, наверное, даются, чем взрослым. Но тем не менее, как быстро можно научиться играть? Ну, если, например, произведение «В саду Львогороди», его можно научиться играть буквально за один урок. Ну, как хорошо. Я раньше думал, что собачьевась можно научиться. Это на фортепиано. Можно научиться за один урок? Можно. Да, пришёл. То есть надо всеми пальцами, которые у тебя есть, видеть и так далее. Вот смысл в том, что мы уже, по-моему, обсуждали это. Тем не менее, очень важно же первое знакомство с педагогом и первый, так сказать, приход на занятия. И очень же легко, тем более, если человека не просто мама привела, и он отбивался всеми силами, он сам захотел. Особенно на такой инструмент, как балалайка. Вообще, у нас, конечно, в музыкальной школе мы очень дорожим нашим народным отделением. Народники, да, называется? Да, народники. Кстати, хорошее очень название, и мы так же и называем, в принципе. Но в рамках этой программы у нас есть баян, аккордеон, балалайка, дом. Сколько вообще у вас людей-то в коллективе? Ну, скажем так, они же учатся, уходят, но тем не менее, если взять, предположить себе глобальную историю, все есть. Нет, ну вообще у нас в музыкальной школе 420 детей обучается. Ох, ох, ох. Да, на разных направлениях. Очень много пианистов. Ну, вокально-хоровое отделение у нас есть, есть вокальные, духовые инструменты мы сейчас развиваем. И, конечно, народное отделение тоже занимает большое место, но я понимаю, что наше время современной музыки, современных средств общения, конечно же, оно все дальше и дальше уходит от таких вот корневых инструментов, как балалайка, домра. Это же все практические инструменты. Вот балалайка, там же три струны. Это надо извлекать звук буквально пальцами, причем, чтобы он был красивый. Казалось, ну, можно даже сказать, что это не такой сложный инструмент, даже как гитара. Там шесть струн, ну, либо семь. Здесь всего три, и получается, чтобы сыграть... А ведь люди играют на этом инструменте и классические произведения, и народные музыки. А ведь о струнах есть еще виланчель по количеству струн, да? Ну, это, конечно. Там еще смычок, причем... Смычок, да, ну, есть скрипка. Причем на домре есть медиатор, а здесь все делается пальцами. Поэтому это такой, во-первых, очень символичный инструмент, ну, мне кажется, для нашей страны и для вообще народной музыки. Ну, да, да, да. Он очень красиво выглядит. Петр, а скажите, пожалуйста, после того, как вы начали заниматься, у вас пальцы как-то изменились? Да. Это... Больше стали? Выросли? Да. Ну, потому что надо же как-то успевать везде, да? Да, такое тоже есть. Но больше, наверное, у вас получается... Или обе руки задействованы, да? Обе руки задействованы, да? Ну, потому что правая рука у вас все-таки щипки делает, как это правильно называется? Ну, играет, да, играет, ударяет по струнам, вот, делает разные приемы. А левая рука зажимает сами лады. Правильно. А были эти мозоли-то? Да. Ну, уже сейчас, наверное, там уже такое специальное, да? Ну, потом из мозолей... Так нет, они, по-моему, важны как раз мозоли, да? Конечно. Они потом из мозолей, я тут вспоминаю свою гитарную молодость, а сначала мозоли, прям баба Лита, а потом уже такие здесь как бы наросты такие. А вот когда они исчезают, без них играть тяжело. Да, когда долго не играешь тогда. Как родители? Вы когда первый раз маме сыграли-то дома? Ну, наверное... Помните это? Или в тот же день? Ну, в тот же день. Правильно, конечно. Научился играть сразу, пришел, показал. Мама говорит, все, супершкола, потому что за один день ребенок уже играет на инструменте. А вот вы со скрипкой больше на других вы не пробовали инструменты, так себе? Потому что, я так понимаю, что в ансамбле же иногда надо где-то, может, кого-то подменить, нет? Ну, кроме балалайки, я не пробовал. А есть желание еще что-нибудь попробовать, может быть, в будущем? Ну, наверное, хочется научиться играть на гитаре. Так. И я вот сейчас играю на фортепиано. Ага, то есть можно положить, скажем так, скрипку сверху фортепиано аккуратненько. Поиграл чуть-чуть на фортепиано, потом маленькую тему. Кстати, хороший номер может получиться, да? Ну и гитара, да. Мы тут выяснили, кстати, до начала программы, что, оказывается, человек, играющий на скрипке, не обязательно может уметь играть на гитаре. Как, кстати, наверное, наоборот. И на балалайке. То есть на балалайке, да. А точно так, наверное, наоборот, если человек играет на гитаре, ему сложнее будет на балалайке, ему струн не хватает. Это вообще совсем другой инструмент, они отличаются очень. Такой вопрос. Народные инструменты – это всё-таки отдельная такая история. И хорошо, когда вот есть такие ребята, как Пётр, которые сами хотят и так далее. Но, к большому счёту, все же хотят. Ну, фортепиано – это классика. Конечно. А вот девочка, это же фортепиано, девочка с балалайкой уже как-то вряд ли она будет, да? А у нас вот, например, недавно девочка поступила даже в музыкальный колледж на балалайке. И она причём училась сначала на фортепиано, а потом захотела на балалайке. Вообще всё зависит от педагога, от того, насколько он может вдохновить своего ученика, своих подопечных. И, конечно, вот это вот, я считаю, в нашей школе прекрасные кадры. Вот по классу балалайки у нас Валерий Калинин, у нас Зоя Бойкова тоже возглавляет вообще народное отделение. Ещё у нас есть замечательные педагоги по аккордеону Баяну. Вот в том году появились два прекрасных педагога – Никита Власов и Владимир Архангельский. И у нас, конечно же, по гитаре Татьяна Антонова. И Подомрия Надежда Малышкова, тоже человек, который просто живёт этим инструментом. У нас очень хороший вообще оркестр «Русский лад», которым руководит как раз преподаватель Пети и Глеба Валерий Калинин. И все преподаватели, они тоже участвуют в том, чтобы этот оркестр звучал. Они группами тренируются с детьми. Ну, то есть целая такая система. Ну, и, как вы понимаете, есть рояль в кустах, а у нас есть скрипка в кустах впервые, можно сказать. И сейчас у Петра будет прекрасная возможность. Давайте, доставайте, мы тут спрятали её от вас. Раз, вот, вот. Это, кстати, как-то инструмент особо как-то подбирается где-то. Да, да, инструмент. С ним же договориться нужно как-то, да? Мастера хорошие делают инструменты. То есть это не такой вот, не ширпортрет, да? Ну, сначала начинают на таких более простых инструментах, а потом, когда, чем сложнее и более мастерски сделан инструмент, тем лучше звук. А у вас как? Вы договорились уже с вашим инструментом? Он у вас слушается, да? Да, у него уже, да. Что же мы сегодня? Мы маленькие, мы не будем сильно Петра мучить, как, собственно, следующего гостя нашей программы после перерыва. Что вы нам сыграете? Я сыграю часть произведения Камаринской. Маленькая Камаринская. Давайте, тем более Новый год совсем недавно, чтобы у нас было хорошее настроение. Тома. КОНЕЦ Вот в самом финале мы уже поняли, что душа развернулась и так далее. Я обратил внимание, вот у вас пальцы прям так растопыриваются. Покажите, как вы растопыриваете пальцы вот сюда нам, повыше. Нет, правую руку, как вы ставите их? Ну, на стол поставьте, как вы их... Вот практически растопыренные они когда-то, да? Да. Представляете, как у человека пальцы работают? Фантастические просто. Ну что, Пётр, вам большого светлого будущего. Надеюсь, когда-нибудь у нас со звездой уже придёте сюда, а не только с гитарой, прям с роялем в кустах, что называется. Ну, а с Татьяной Станиславной Матвеевой директором детской музыкальной школы номер 2 городского круга Люберца мы не прощаемся, потому что впереди у нас продолжение разговора, ещё один участник. Вы же вместе играете тоже, да? Да, в оркестре вместе играют. Глеб Федотов. Вот сейчас мы их разделили, потому что мы решили показать возможности каждого. Глеб пока ещё нам не сказал, что он сыграет, но теперь уже у него будет своя балалайка в своих, скажем, кустах. Вот, тем не менее, Пётр, вам удачи, а через некоторое время мы встретимся с ещё одним воспитанником детской музыкальной школы номер 2 городского округа Люберца. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас, можно сказать, программа посвящена искусству балалайки, балалайки, потому что не каждому дано эта замечательная возможность, это право. Всего лишь три струны, казалось бы, играй себе, да играй, а нет. Это очень такой сложный и непростой народный инструмент. И у нас в студии директор детской музыкальной школы номер 2 городского округа Люберца Татьяна Станиславовна Матвеева, наша постоянная гостья. Она продвигает самых разных своих воспитанников. Один из них – Глеб Федотов. В первой части был Пётр Кологин, который нас покинул, а на его место пришёл ещё один артист – Глеб Федотов. Глеб, вы, кстати, себя считаете артистом или музыкантом? В чём разница-то? Ну, честно говоря, я себя считаю музыкантом, потому что ведь… Вы же музыку издаёте. Музыкант – это ведь именно связано с искусством, с музыкой, а артист – это немного другое. Немного другое. Там надо уметь вживаться в какую-то роль. Правильно, да. Может быть, ещё что-то уметь делать. А музыканту надо играть. Музыканту, да. Если не имеешь или плохо играешь, то сразу слышно, правда? Когда не ту ноту взял, сфальшивил. Ладно, там преподаватель скажет, что что-то ты не то играешь. А если в зрительном зале сидит человек, который умеет играть и слышит, и он говорит, боже мой, что нам играть? Вот, вы когда первый раз-то взяли гитару? Что ж у меня всегда говорили, гитару-то, балалайку в руки. Я впервые взял в руки балалайку. Видите, как хорошо. Балалайку? Да. Где-то около четырёх лет назад. Сам пришёл или привели? Ну, во-первых, я просто захотел пойти в музыкальную школу на каком-то инструменте. Ну, мама сказала, да, хорошо. Хорошо, пойдём. Хорошо. Меня привели на прослушивание. Меня прослушали, всё нормально. Слушались, да? Ну да. Предложили на выбор три инструмента. Это балалайка, аккордеон и баян. Я выбрал балалайку. Ну, что, аккордеон и баян тягать с собой? Тяжело, правда? Нет. Я вот сразу решил, что если вдруг такое, что буду брать струнное что-то. А, струнное? Изначально для себя решил ещё. Понятно. Ну вот, смотрите, только первый раз мы с Глебом увиделись, а уже интервью можно писать на полчаса точно. Татьяна Станиславовна, вы ещё раз нас убеждаете в том, что когда человек, если верите опять же Глебу и Петру, сам приходит, он совсем по-другому к этому относится. Конечно. Вот вернёмся к народному вашему коллективу. У вас же концерты бывают какие-то совместные. Да, конечно. Не каждый там, понятно, каждый сольно что-то готовит. Вот как оркестр-то, как детей всех собрать, и чтобы они более-менее играли? Вот это самое сложное, потому что дети разного возраста бывают в нашей школе. То есть бывает, кто-то поступил в первый класс, а есть выпускники. То есть медленнее играть, что ли, немножко запаздывая? Уровень исполнения, конечно, разный. Но в первом классе мы, конечно, в оркестр не приглашаем, они готовятся. А вот со второго года обучения ребята уже приходят в оркестр, и каждому наш руководитель Валерий Калинин находит какое-то обязательно место музыкальное именно в оркестре. То есть кто-то исполняет более сложные партии, а кто-то иногда даже, может быть, на каких-то таких, знаете, шумовых инструментах участвует в этом процессе. Это, кстати, тоже не такое уж и простое дело. Там нужно ритмично где-то поразвучать вовремя. Ну да, всё правильно. Поэтому, но мне... Я очень рада, что у нас в школе дети с удовольствием ходят на этот оркестр. Там 35 человек в оркестре. Кстати, в прошедшем году они стали гран-при нашего окружного конкурса. Исполнители на народных инструментах среди оркестров. Поэтому вообще они играют с большой душой. У нас в прошлом, в предыдущем, в 22-м году был юбилей школы. 55 лет мы отметили. И этот концерт, такой юбилейный, у нас проходил в Люберецком дворце культуры на большой сцене. И открывал этот концерт наш оркестр народных инструментов. Это такой, как бы, отчётный концерт, да? Или как его сказать? Ну, как... Он торжественный тем, что мы отмечали наиболее отличившихся преподавателей, детей, лучшие коллективы были. Рассказали об истории нашей школы. Пришли нас поздравлять. Выпускники, да? И выпускники, и гости, и администрация. Но всё равно, когда обычный, обыденный такой школьный процесс идёт, отчётный концерт же существует, когда какие-то итоги подвести. Конечно, да. Мы обязательно делаем весной и зимой большие концерты отчётные. И делаем их, как правило, на большой сцене в Люберецком дворце культуры. Потому что у нас даже... Ну, у нас есть своё небольшое здание на улице Смирновской. Там у нас есть камерный зал. Там мы делаем много разных концертов такой более узкой направленности по отделениям, по каким-то темам. А здесь, конечно, мы широко представляем нашу школу, а, как правило, зимой и весной. Вот весной, я думаю, в апреле у нас тоже будут отчётные концерты. Понятно. Глеб, скажите, пожалуйста, вы давно уже с инструментом-то играете? Ну, сколько времени вы уже на балалайке играете? Я играю около четырёх лет. О-о-о! Вы уже профи. Ну, примерно... Ну, я уже начала играть на балалайке, уже когда уже поступил сразу же. В первый день что-нибудь уже сыграли? Нет, пока нет. Это было просто знакомство с инструментом. Ну, а сейчас, я так понимаю, очередной у нас будет рояль. Чуть позже вы увидите рояль в кустах, имеется в виду. Услышим мы уже произведение, которое сыграет нам Глеб. Скажите, а что самое трудное в балалайке? Три струны всего лишь. Всего лишь три струны. В балалайке самое трудное? Да. Вот даже я вам сейчас сказать не могу. Ну, неужели так сразу всё легко и так далее? Нет, поначалу, конечно, трудно. Особенно какие-то, ну, переходы резкие. То есть, грубо говоря, с одного конца грифа на другой. Вот это вот поначалу может быть трудно. Пальцев не хватает? Ну, нет. Или длины пальцев не хватает? Нет, это скорее уже не длины пальцев, это уже на скорость, так сказать. Ну, а потом, вот скажите, вам проще играть одному или вот когда в ансамбле? Или в ансамбле сложно? Потому что если ты не так сыграешь, то от тебя же зависит весь коллектив. Ну, смотря что играть. Если, например, играть какое-то произведение, которое мы играем в оркестре, конечно, проще играть в ансамбле. А если какое-то сольное произведение, которое только я играю, то, конечно, проще одному играть. Понятно. А вы следите за тем, как играют на гитаре, ну, какие-нибудь профессиональные музыканты, тем более она... Да что же на гитаре я всё, да что же такое? Да простит меня наша балалайка. Вы следите за теми, кто играет на балалайке, тем более, что она проскакивает иногда даже в клипах современных, там пытаются её пристроить, что называется. Ну, и есть, конечно же, народные коллективы, которые играют. Есть такое? Или всё-таки сами по себе? Ну, вот честно говоря, я не особо слежу за такими. Но иногда, если по телеку показывают какой-то концерт, на котором играет балалайшник, я, конечно, не переключаю, я смотрю. Ну что, я думаю, пришло время нам послушать и Глеба, тем более, что он подготовил маленький фрагмент, довольно любопытный. Что вы будете нам играть? Как называется произведение? Я буду играть один фрагмент вальса Чайковского. Так, самого Чайковского на балалайке. Да. Ну что, давайте, показывайте нам балалайку свою, вот такая, она у вас тёмненькая. Ждём. Если готовы, как будете готовы, скажите. Готовы? Поехали. 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 Ну, я должен сказать, по сравнению с Петром, конечно, это прям по всему грифу вы катаетесь. Это же практически ни одного свободного места нет, да? Ну, вот это как раз-таки про то, что я вам говорила, что поначалу может быть сложно перескакивать с одного места грифа на другое. Ну, мы сейчас вот видели работу прям по полной программе. Ну, они обычно ещё выступают или играют на сцене с концертмейстером. То есть им аккомпанируют на рояле, как правило, кто-то. Ну, либо на баяне, на аккордеоне можно тоже, хорошо сочетается. Кстати, гитара с балалайкой тоже хорошо сочетается, как аккомпанемент. Но у нас концертмейстеры-преподаватели на рояле на фортепиано. И поэтому получается такое более цельное произведение. Но, в принципе, отдельно на балалайке тоже хорошо звучит. Понятно. Гитарь Чайковский. Ну, что, Глеб, а что бы вы посоветовали? Вот сейчас кто-то смотрит и стесняется, может быть, идти в музыкальную школу. Неважно, там, на балалайку или на любой другой инструмент. Что бы вы посоветовали этим вашим молодым коллегам в возможном будущем? Ну, я бы посоветовал все равно идти, потому что, ну, поначалу, может быть, трудно. Но потом это будет превратиться, что вы будете с удовольствием ходить туда. Прямо ни дня без инструмента, правильно? Ну, да. Вот. Ну, и, Татьяна Станиславовна, вам тоже слово, как всегда. Да. Ну, давайте обратимся и к родителям, к бабушкам, дедушкам, ко всем, кто нас смотрит. Ну, и к потенциальным вашим ученикам. Ну, я еще раз хочу повторить, что, конечно же, наша музыкальная школа, она нужна, я считаю, всем людям для того, чтобы музыка украшала их жизнь. И мы ждем, мы приглашаем, особенно на народные инструменты, потому что, я считаю, это наши корни, это наша основа. Мы должны ее хранить, поддерживать. И я, например, очень рада, что вот такие ребята, как Глеб, как Петр, приходят к нам в школу и говорят, что они уже начинают получать удовольствие от этих занятий. Ну, это же самое лучшее, самое главное. А вы на Новый год-то дома играли на балалайке или что-нибудь? Ну, честно говоря, на Новый год было немножко не до этого. Дела. Именно на сам праздник Новый год был не до этого, но так на каникулах-то я играл, конечно. Ну, и как, вам аплодировали уже свои-то родственники? Ну, вообще, играл в своей комнате. А, для себя. Это тоже полезно иногда играть для себя. Я думаю, что... Глеб, мы желаем вам, чтобы у вас все получилось, чтобы вы пошли дальше. Уж не важно, там, какой вы инструмент выберете, главное, чтобы вы поняли, что есть возможность чему-то научиться. Вот я сижу перед вами, старый больной человек, и уже никогда не смогу, скорее всего, играть на балалайке. А вы умеете. Видите, как здорово. Поэтому желаем вам удачи всей вашей семье. Татьяна Станиславовна, вам, в вашем лице, всем вашим педагогам, всем ребятам тоже передаем привет в этом наступившем уже 2023 году. Приходите к нам еще. А это была программа... Спасибо вам за приглашение. Спасибо, спасибо. И вам спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова